всем привет меня зовут летучего алина я очень рада что вы сегодня присоединились к этому видео у нас продолжение идет новогодней тематики и сегодня будет у нас макияж номер три первые два подойдут больше ну для всех скажем так это что-то более или менее оригинальное может быть для вдохновения может быть даже для повторения если вы относите себя к смелой категории девушек я очень люблю экспериментировать и во мне просыпается все больше и больше энергии эмоций что-то делать когда я делаю что-то более или менее оригинальное и интересное давайте начинать первое что я буду делать это наносить базу на лицо потому что мы будем естественно носить плотный тон чтобы он продержался всю ночь и весь вечер и соответственно я возьму выравнивающую базу фото финиш от smashbox наношу на все лицо и равномерно распределяю для того чтобы выгладить все недостатки на коже может быть где-то расширенные поры или какие-то мимические морщинки она как раз поможет их заполнить вторым этапом я беру тональный крем от марки сен-лоран который называется пол а уж он направлен на то чтобы вы могли ходить на вечеринки и вообще целый вечер не думать о своем макияже о том что он может потечь на практике что я могу сказать тестирую его уже около месяца что он хороший но не настолько стойкий как эстеллаудер и не настолько пудровый он чуть более кремовый соответственно чуть более наверное подойдет более для сухой кожи но вот эстеллаудер на мне держится получше в любом случае если закрепить его пудрой то он никуда не съезжает довольно долгое время и у меня это оттенок bd 20 беру специальную скошенную кисточку такую для тона от марки за его она в номере 113 называется fluid arc и очень удобно что у нее один кончик имеет чуть большее закругление им отлично удается проработать зоны где какие-то впадинки есть на подбородке или вот у крылышков носа дополнительно ношу еще один слой тона так как эти места у меня активно краснеют и делаю это быстрее всего затем я закрепляю все с помощью пудры для того чтобы придать лицу объем я буду сделать коррекцию с помощью скульптора от марки кевина куан такая вот малютка у меня она в светлом оттенке и соответственно ей удается добиться очень легкой и натуральной тени на впадинках вот под скулой и на носу тоже я соответственно прикладывающими движениями веду линию в зоне углубления под скулой по направлению к уху и затем такими же втаптывающими движениями прорабатываю боковые части носа для того чтобы придать лицу скульптуру и немного утончить черты лица на каждый день тоже использую коррекцию но выбираю для себя вот такие серо-коричневые светлые оттенки затем я беру румяна от мак они у меня в оттенке вот айфэнси обычно эспрессованные в нежно розовом оттенке такой как поросячий розовый цвет я его называю я думаю те кто меня давно смотрят уже знают что конкретно я имею ввиду чтобы придать в общем лицу такую легкую розовинку и она не казалось слишком мертвенным и бледным хайлайтер я добавлю думаю чуточку позже а теперь мы переходим к бровям и я решила оставить сегодня такой нейчерл лук и не трогать их особо лишь слегка подчеркиваю места где у меня есть пробелы в бровях буквально пару пару мест его добавляю для пигментации и затем просто прохожусь бесцветным гелем для бровей для того чтобы зафиксировать волоски и задать им какое-то конкретное направление я это делаю движениями снизу и вверх чтобы они казались чуточку более пушистыми и на уголках приглаживаю их в сторону висков семимильными шагами мы двигаемся к макияжу глаз акцент у нас сегодня опять будет на них но сегодня я приготовила для вас нечто необычное как вы уже успели наверное заметить в начале ролика мы будем делать такой снежный мейкап с помощью белого оттенка марки никс есть такие здоровские карандаши я и мы обычно делаю хэллоуинские макияжи когда на все лицо нужно белый тон положите и также они отлично подходят и для век естественно в несколько слоев мы будем накладывать его на века постепенно растушевывать помощью специальной кисти она по моему предназначена вообще для консилера но мне вот нужен такой бочонок который будет вбивать оттенок она у меня чуточку влажная изначально кисточка и соответственно скользит оттенок и растушевывается немного лучше но и кисть себя забирает оттенок поэтому я накладываю постепенно белый цвет убиваю 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 делаем так от три-четыре раза пока не добьемся более или менее плотного белого оттенка когда с верхним веком мы с вами закончили переходим к нижнему и делаем приблизительно все то же самое сильную растушевку вниз уводить не надо но где-то вот на ширину карандаша то есть где-то в районе трех миллиметров четырех может быть и проводим такую линию и затем растушевываем с помощью той же самой кисти желательно все это дело теперь закрепить сухим белым продуктом у меня есть специальные белые тени но если у вас есть пудра или что-то подобное в белом цвете то закрепляйте тем что есть мы это делаем просто для стойкости затем берем спрюснутую кисточку и наносим поверх наших белых теней на подвижные века пигмент от марки мак вероятно красивый с таким жемчужно-снежным отлием прям то что нам нужно добавляем немножко уголок внутренние глаза и затем берем белый каял если у вас есть специальные для слизистой здорово но самый стойкий вариант это конечно же будет подводка либо специальный каял для глаз у меня он тоже от марки никс и карандаш в номере сейчас вам скажу 0 4 оттенок называется pure white и затем мы будем с вами переходите потихонечку к туши я возьму тушь черный у меня это марка эсен лоран но здесь вообще не важно какую тушь вы будете использовать в целом который не сделает из ваших ресниц паучьи лапки наносим ее всего лишь в один слой потому что здесь обязательным условием ну вот прям супер обязательным является накладные реснички для того чтобы грамотно выбирать этот белый рисунок иначе глазки боюсь будут смотреться совсем маленькими и я вопреки всем своим желаниям решила не подводить сегодня глаз черным оттенком может в конце добавлю подводку но сначала мы наносим накладные ресницы я покупаю на алиэкспресс последнее время потому что их цена 2 доллара они отличные по качеству чем не уступают всем тем ресницам которые я пробовала я разные стоимость заходила до там 1300 рублей за одну пару и затем мы будем переходить с вами к губам я буду использовать свой любимый оттенок корневорос от марки mac это матовая помада из серии ретро маджитки и я наношу на всю поверхность губ и аккуратно затем выравниваю с помощью тонких плоских листей для того чтобы добиться прям супер четкости рисунка и объема тоже губам несмотря на то что контур я могу прорисовать ровно и с помощью там кисти и с помощью спонжа все равно мне нравится консилером подводить вокруг губы для того чтобы немножко их подать вперед то есть ну вот как хайлайтер мы наносим высветляя какую-то зону и то же самое происходит с губами помада очень стойкая это мой любимый оттенок к сожалению не все пришли с ней по вкусу в этой линейке и некоторые мне сушат губы почему-то конкретно этот оттенок мне нравится абсолютно всем что в нем есть так что могу вам его посоветовать и завершающим у нас сегодня элементом будет добавление хайлайтера я беру палетку urban decay naked skin я вам показывала тоже в прошлом макияже этот супер красивый создающий влажное сияние хайлайтер и наношу его куда обычно мы наносим хайлайтер на выступающие косточки под глазами на спинку носа на галочку над верхней губой я это делаю кстати с помощью специальной кисти так как накладываю хайлайтер уже после помады очень надеюсь что вам такой макияж понравится он не сильно сложный но самое главное естественно ловчиться и научиться ровно приклеивать реснички если вдруг получится не совсем ровно не беда не переживайте добавьте просто стрелочку черную она тянет на себя внимание это будет практически незаметно и второй вариант это использовать пучки на ресницы с ними работать намного проще тоже придаст объем ресничкам но скорее всего вам будет проще их наклеить и лучше будет смотреться визуально хотя все-таки в данном случае тоже либо карандашиком прям тонкую тонкую стрелку можно не выводить ее просто подчеркнуть верхний ресничный контур все равно советую сделать иначе но глаза будут чересчур пропадут на общем фоне для того чтобы добавить немного изюма еще дополнительное сияние этому макияжу немного с нежности такой и доиграть этот образ я беру серебристые белые такие стразы небольшие и наклеила по три штучки приблизительно туда же куда мы наносим хайлайта то есть на выступающую косточку под глазом и вот по диагонали по направлению вот сюда к виску вытягиваем их смотрится это очень здорово как мне кажется завершает макияж я еще подумаю так как я сегодняшний образ делал тоже на новогоднюю вечеринку своеобразная елка для блогеров то есть могу себе позволить в таком виде но возможно я сейчас для того чтобы сделать образ более вечерним все таки стрелку добавлю посмотрим что из этого получится и какие будут отзывы на празднике так что всем желаю хорошего настроения я вас очень люблю и спасибо вам огромное за поддержку до скоро уедемся пока пока